друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые воздействуют и влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки друзья на финансовых рынках произошло некоторые замещения подмен основных центральных тем за которыми участники рынков следят это политический фон предстоящие выборы дедлайн 3 ноября конечно же это фон который обладает колоссальным потенциалом на влияние на динамику финансовых активов но этот политический фон сейчас затмила паника которая наблюдается на площадках в настроениях трейдеров из-за ситуации с ковидом потому что вторая волна распространение коронавирусной инфекции оказалась куда более серьезной чем первое количество заболевших сейчас друзья уже приближается к показателю в 44 миллиона человек в мире это страшная цифра показатели смертности даже не хочу называть и в последние дни обстановка только лишь ухудшилась вот буквально последние часы страны и с франция германия открыто говорят о том что они вот-вот готовы снова ввести практически полноценный чуть чуть более гибкий карантин сроком на две недели сегодня состоится выступление перед нации президента франции макрона я думаю то что это заявление будет сделано вполне возможно что точно такую же позицию впоследствии займет и ангела меркель в отношении германии это не то чтобы первые прецеденты мы допускали что при распространении инфекции таким решением будут а неизбежны но друзья это проблема вот этих новых очагов и стремительного распространения стал уже снова глобальной проблемой поэтому рынки сейчас ввиду отсутствия позитива не могут сфокусироваться на том сосредоточиться тренде который будет более оправдан потому что ранее мы все прекрасно помним как те же самые рисковые инструменты вели себя к во время первой волны коронавируса ее начало было серьезное снижение а всего риска без каких-либо исключений и сейчас ситуация может повториться она могла бы повториться друзья если бы у нас также не было опыта и накопленных знаний о том как правительство разных стран через меры экономического стимулирования стараются бороться с последствиями вот этих потенциальных локдаунов и дополнительные денежные вливания которых мы с вами много уже говорим они тоже будут неизбежны если бы конгресс сша опять же выступили повторно первой ласточкой скажем вот в этих решительных проактивных действиях по дополнительному стимулированию раньше неделю назад то сейчас мы бы точно работали бы с трендом роста рисковых инструментов потому что даже несмотря на распространение инфекции все прекрасно бы понимали что экономику в беде не оставят и деньги выделят но конгресс тянет резину вот уже торговая сессия среды я повторяю что нэнси пелоси в минувшее воскресенье в интервью cnn дала понять что прогресс по новым стимулам должен быть достигнутым концу этой недели остается фактически три дня будем ждать друзья и надеяться что американские законодатели выполнять свои обещания и помогут прежде всего своей американской нации где сейчас другой эпицент распространение к вида может быть даже если сопоставлять число суточных заболеваний в рамках регионов штаты и вовсе окажутся на первом месте то что ситуация с к видом должна была ухудшиться об этом предупреждали вирусологи потому что наступила осень погода испортилась и люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях нежели чем под открытым небом очень хочется верить то что в конце концов этот пик распространения второй волны быстро пройдет и мы будем говорить о смягчении уже вот этих негативных последствий более-менее выправление ситуации я опять же с позиции таких рассуждений наверное отношу себя больше категории оптимистов давайте посмотрим как реагирует на все это основные финансовые инструменты рынок нефти 40 84 замедлил это котировки бренда замедлил снижение накануне даже был небольшой рост по факторам которые раньше в начале недели обвалили котировки мы отметили ковид опасения за перспективу мирового экономического роста и за спрос еще и ливи сюда приплели хотя я думаю то что ливи это как бы рост обыча там идет бонусом почему же вчера все-таки оформили бычью свечу это связано опять же с тем что анализируя общую ситуацию фундаментальную по фону можно сказать что вот этот ковид и влияние на спрос это одна чаша весов на другой чаши это как раз действия которые могут быть предприняты представителями стран опек плюс и основными нефтедобывающими регионами это действие друзья например продлить сокращение период сокращения добычи и не увеличивайте производство нефти с 1 января на какой-то проложительный период времени но может быть на полгода если они конечно же отважится я допускаю то что те комментарии которые пришли от рейтерс например несколько часов назад а то что опек действительно могут отложить решение о росте добычи на 3-5 месяцев в конце концов все-таки поддержат настроение в отношении рынка нефти и участники которые рынков торгуют брендом либо WTI все-таки осознают наличие фундаментальной поддержки для идея роста котировка я друзья сохраняют длинную позицию вы об этом знаете пока что держится поддержка 40 долларов за баррель не буду менять своих предпочтений индекс американского доллара топчется рядом с отметкой 93 все решится после выборов куда пойдем но я уже не раз отмечал что неважно кто одержит победу на первом этапе будет очевидно то что первое решение это меры экономического стимулирования вопрос лишь в том насколько эти стимулы будут значительные для экономики то есть каков будет их объем 18 триллиона два либо больше но это меры экономической поддержки которые приведут локально точно к ослаблению курса доллара вчерашняя статистика заказа на товары длительного пользования как бы общий чистый показатель оказался лучше прошлого значения но если анализировать более важные компоненты заказа на товары длительного пользования без учета транспортных расходов то показатель ниже чем в прошлом месяце индекс доверия потребителей здесь серьезное снижение до 100 и 9 допускает что через месяц мы будем говорить уже о значениях ниже 100 друзья по общественному мнению на после прошедших дебатов мы не можем точно сказать кому больше симпатизирует опять же представителей американского электората байдена либо трампу если все-таки объективно давать оценку тому кто может стать следующим президентом я думаю при всех неоднозначности которых есть на рынке у трампа есть больше шансов те же самые общественные мнения говорили что ушанка у трампа нет шансов в 2015 году где не было шансов но мы все прекрасно знаем то что именно он и вышел победителем из президентской гонки не думаю что байден который забывает имя а трампа и путает его с джорджем бушем все-таки тот человек от демократов который должен возглавить американскую нацию евро против доллара 1 1777 несмотря друзья на то что все-таки я верен идее роста главного валютного риска прекрасно понимаю что сейчас на евро будет оказываться давление из-за вот этих к видных панических настроений и ожиданиях и повторных пути пусть и частичных локдаунов но все это изменится как только на рынок придут новости о новых мерах экономического стимулирования плюс ко всему впереди заседание европейского центрального банка новые меры поддержки расширение программы количественного смягчения экстренные выкупа выкупа облигаций это тоже может оказать поддержку главному валютному риску фунт против доллара 1 30 39 накануне главный переговорщик от и с мишель броне сообщил о том что он продлил свое пребывание в лондоне до конца сегодняшнего дня переговоры по брейзиту продолжаются поэтому сегодня могут прийти дополнительные новости они способны стать серьезным триггером для движения пары фунт против доллара доллар канадец друзья держим короткую позицию сегодня денег заседания банка канады в 17 00 по московскому времени я ожидаю все-таки пересмотра чуть чуть более в лучшую сторону прогнозы экономического роста и например заявление о готовности банка канады также вмешиваться в ситуацию с к видом помогать экономике если того будет требовать ситуации для канадца это позитивный фактор ставка еще на снижение доллара и продолжение локального отскока цен на нефть и ждем юсдкат на отметке 1 а 30 на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока